Ограничения, введенные правительством США, направлены на то, чтобы максимально усложнить работу местным предпринимателям, перекрыть их источники дохода. В первую очередь удар почувствовали IT-специалисты. Почти у всех, кто пришел на встречу, есть заблокированные учетные записи. Сразу видно, что IT-шники давно привыкли в первую очередь ориентироваться на Запад. Множество компаний американских закрывают доступ, частично или полностью, до своих сервисов, до своих продуктов. И это очень осложняет жизнь специалистов на полуострове, которые работали в том числе с американскими заказчиками. Какие-то пути решения уже существуют, уже найдены. Мы бы хотели изучить максимально все пути решения, которые можно обсудить их, может быть, придумать что-то интересное новое, что бы могло IT-рынку в Севастополе и в Крыму. Многие специалисты решают санкционные проблемы просто, переходят на аналогичные отечественные продукты. Яндекс вместо Гугла, российские партнеры вместо американских и европейских заказчиков. По мнению аналитиков, время ориентироваться на Запад прошло. Самые перспективные направления сейчас – то, что было пущено под снос при Украине, производство, оборонка, промышленность. Влияние санкции оказывают сейчас только на те компании, которые работают с зарубежными контрагентами, которые представляют страны, правительство которых, собственно, вело санкции. А те компании, которые работают на внутреннем рынке, они практически никак не подвержены санкциям. В целом, можно сказать, что, в принципе, санкции не имеют того результата, на который они были нацелены. То есть бизнес в Крыму развивается. В ходе встречи специалисты обсудили варианты вывода заблокированных средств на зарубежных счетах, способы обхода ограничений доступа к виртуальным ресурсам. Несколько айтишников выступили с предложением создавать альтернативные сервисы и программное обеспечение. Людмила Замятина, Александр Листопад, Севинформбюро. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!